Заметка Электрика Около 30-40 Может быть 50 А Вот по аналогии Такой же двигатель Видите нагрузка Порядка 30-40 Колеблется Открыл дверцу И увидел следующее Видите Кончик на амперметр Обломился Поэтому в токовой цепи произошел обрыв Соответственно амперметр У нас и не показывает Данная неисправность Еще чревата не только тем Что у нас не показывает Прибор амперметр, а еще и тем Что здесь на выводах может Навестись до нескольких киловольт Изначально во всех правилах Хоть в ПТЭО Пункт 42.2 Хоть в ПТЭП Пункт 2.6.24 Строго-настрого запрещено Размыкать вторичную цепь Торсорматора тока И об этом должны знать все без исключения К тому же об этом всегда пишут Непосредственно на самом Торсорматоре тока в виде надписи Внимание, опасно на разомкнутой обмотке Напряжение А то вдруг кто забудет При разрыве вторичной обмотки Торсорматора тока Произойдет следующее Во-первых, значительно увеличится Основной магнитный поток В магнитопроводе Что вызовет его нагрев Это произойдет из-за того, что Во вторичной обмотке не будет тока А значит не возникнет встречного Магнитного потока Который скомпенсирует магнитный поток От первичной обмотки Ну здесь я как бы вдаваться в теорию Не буду Кому интересно То можете почитать это В соответствующей литературе И во-вторых На выводах вторичной обмотки Наведется напряжение Соизмеримое С несколькими киловольтами Повышенное напряжение На выводах вторичной обмотки Может привести к повреждению Подключенных к ней устройств В особенности это касается Полупроводниковых приборов И различной электроники Все вы знаете Что сейчас Прогресс не стоит на месте И уже вместо Электромагнитных Там индукционных Ролей Используются Микропроцессорные терминалы Вместо индукционных Счетчиков Применяются Электронные счетчики Вместо Мегаваттметров На базе Электромагнитных Или магнитоэлектрических Приборов Используются Уже Различные Электронные Преобразователи И тому подобное То есть Много Полупроводниковых Приборов Применяется В токовых Цепях Второе Повышенное напряжение Может привести К межвитковому Замыканию Вторичной обмотки Или Пробою ее На корпус Соответственно Выходу трансформатора Тока Ну и третье Это Повышенное напряжение Опасно в плане Поражения Обслуживающего Персонала Электрическим током В случае Ошибочного Или Самопроизвольного Разрыва Вторичных Цепей Торсформатора Тока Одна из его Обмоток Работает на холостом ходу Что Недопустимо По его Режиму Работы Он может выйти из строя А на выводах Как я уже говорил Может навестись Не может А наводится Ну До нескольких Киловольт Может навестись Кстати Пока такая вот ситуация Пока еще Фидер меня не вывели В ремонт Кто-то из моих Подписчиков Просил Измерить Какое же По факту Напряжение Наводится При разомкнутой Вторичной обмотке Торсформатора Тока Ну вот ситуация Налицо В общем Торсформатор загружен На одну треть То есть Порядка 50 ампер Сейчас я измерю Напряжение На выводах И посмотрим Сколько здесь Вольт Навелось В общем Измерил Напряжение Между 422 И 421 Концом То есть Это как раз Вот здесь Подключен Амперметр Напряжение Составило 34,2 Вольта Ну не так то и много Ну в принципе Здесь Нагрузка Небольшая То есть Одна третья Номинала Поэтому Такое напряжение Здесь Наводится В общем Решил сделать Попроще Закорочусь От 421 422 Кончик С помощью Закоротки И Произведу Переподключение Амперметра Фидеры Выводить Из работы Не буду Так Ну вот Установил Закоротку Между 421 410 И 422 Концом Ну то есть Закоротил просто Одну из обмоток 421 Начало И с концом 410 Мимо Прибора Все Сейчас Приступаем К Опрессовке Концов И Переподключению Прибора Вот Опрессовал Изолированными Наконечниками Под вилку Вилочными И Присоединил Здесь все Затянул На Амперметр Сейчас сниму Перемычки И посмотрим Как работает Прибор Амперметр у нас работает Вот Оно все У нас здесь Подключено Амперметр Работает В общем Запомните Главное И золотое Правило Трансформатор Тока Работает В режиме Короткого Замыкания То есть Его вторичная Обмотка Должна быть Замкнута Накоротка Или Через малое Сопротивление Подключенных К ней Устройств И приборов А у вас случались Обрывы вторичных цепей Трансформатора Тока Какие последствия Вы наблюдали при этом Поделитесь в комментариях Своими случаями Из практики Ну вот на этом все Вот такое небольшое видео Про обрыв В токовых цепях Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами как всегда был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч Подписывайтесь на канал